Йоу, друзья, всем привет, с вами Кочи. Сегодняшний видеоролик будет посвящён такому дезинформационному каналу, как Влад Бахов Жив. Данный канал, можно так сказать, не так давно выпустил про меня видеоролик с оскорблениями в мой адрес, но, к сожалению, или, может быть, к счастью, я даже не смог посмотреть этот видеоролик, потому что, когда я на него только нажал, он был удалён. И мои подписчики, слава богу, успели сделать скрины, и там даже в названии вот этого самого видеоролика вы можете увидеть оскорбление. Влад Бахов обращение к блогерам, хайпажорам и куча ГВ. Ну, вы поняли, в общем. И обычно хайпажором меня называют, как правило, вот эти вот самые «друзья» в кавычках Влада Бахова, потому что я постоянно их ставлю на место, и я даже создал на них петицию, которая адресована главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, и её уже подписало более 18 тысяч человек. Это означает, что люди действительно интересуются данной проблемой, и поэтому Бастрыкин не может сделать вид, что он не видит и не слышит мнения 18 тысяч человек. Давайте я вам прочитаю, что мне пишет подписчица. Коча, привет! Просьба не ссылаться больше на канал «Влад Бахов жив». Очень подозрительный канал, который час назад выпустил видео с наездами на блогеров, в частности на вас. Видео удалили, я не понимаю, какие цели преследует канал. Вначале казалось, что самые благие намерения, но сейчас я в этом очень сомневаюсь. Плюс не думаю, что женщина живёт в Демидове. На просьбу хоть раз показать цент на видео и установить геолокацию, она отказывается. Есть другой блогер, который из Смоленской и знает родителей Влада, в том числе участвовал в поисках. Она больше вызывает доверие, ссылку скину ниже, но это про канал «Реэволюция». Мне подписчики писали, что в основном там были оскорбления в мою сторону, ну и в сторону таких блогеров, как Будда Гришна и Иван Кузьминов. И потом сразу же создатель этого канала быстренько удалил видеоролик, потому что там было много дизлайков и много гневных комментариев, и выпустил видеоролик, где извиняется передо мной и перед другими блогерами, которых она задела. Друзья, приветствую вас. Скажу, что я пересмотрела видео блогеров, и в том числе Коча ТВ. Приношу свои извинения всем блогерам, которые поддерживают наш канал. Влад Бахов жив. Я была не права, признаю это. Я бы сейчас хотел обратиться к каналу Влад Бахов жив. Я не буду вас никак оскорблять, как вы оскорбляли меня в своём ролике, в своём названии, там куча ГВ и так далее. Я просто хочу спросить вас, вы бы могли как-нибудь доказать, что вы действительно живёте в Демидове? Потому что вот все те ролики, которые вы опубликовали, ни по одному ролику вы не предоставили ни одного пруфа. При этом вы обещали, что да, вы скинете пруфы, что они будут, но что-то мы с блогерами ждём, 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 и никаких пруфов не выходит. И вот что самое удивительное, люди, которые живут в Демидове, они заявляют, что вообще там этого не происходило. То есть как-то странно это получается, и вот вы также недавно выпускаете видеоролик «Зарезан свидетель по делу Влада Бахова». И почему-то только вы знаете, что действительно зарезан свидетель. Никто в Демидове об этом не знает. Это действительно очень странно и подозрительно. Просто я не понимаю, какова ваша цель. Друзья, я понимаю, если бы этот канал вели бы какие-то подростки. Я бы подумал, наверное, друзья Влада Бахова пытаются запутать следы. Но когда его ведёт пожилая женщина, а по крайней мере я так считаю по её голосу, и даже потом называет канал «Влад Бахов жив» и зачем-то туда заливает другие вообще видеоролики. Вот, к примеру, ролик про Высоцкого я, честно говоря, не понимаю. И не понимаю, опять же, её теории. То есть она говорит, да, я живу в Демидове, но подтвердить это, как я понимаю, она не может. И с этим, кстати, согласен также мой коллега, блогер Иван Кузьминов. На самом деле, пару дней назад мы общались с Иваном Фадеевым, и я ему сразу задал вопрос, что такое «Маска» и что это за канал, почему он рассказывает те события, которых в принципе в Демидове не происходили. То есть никто ещё не подтвердил, что был вброс яйцами, никто ещё не подтвердил, что были какие-то проблемы с участниками или что-то ещё. Нету этой подтверждённой информации, есть только информация от этого канала. Никто ни в одном комментарии, я знаю, что много людей смотрят из Демидова, из Смоленского, из прибрежных городов, но никто ещё не подтвердил данную информацию. Значит, это чистой воды вброс. Также было и с информацией с Галиной Краснощёковой. Никто ей не звонил и никто не предлагал ей брать интервью. Значит, мы делаем вывод, что этот канал, возможно, специально сделан, чтобы дезинформировать. Ну, или с другой стороны, может быть, просто женщина хочет какой-то славы, популярности и так далее. Но, опять же, непонятно, зачем это делать на таких вещах. Братья и сёстры, ну а с вами был Кочи ТВ, и я прошу вас подписать петицию, которая адресована главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, чтобы вот этих вот друзей, в кавычках, Влада Бахова и самого полицейского Дербанова привлекли к уголовной ответственности хотя бы, как минимум, по 125-й статье, которую они нарушили. В прошлых видеороликах я это прекрасно доказал. И петицию, опять же, вы сможете найти в описании под этим видеороликом. Ну, а если у вас не работает ссылка на данную петицию, то просто вбивайте в поисковике «Привлечь к уголовной ответственности Дербанова и друзей Бахова», и вы сразу же будете натыкаться на мою петицию. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал и Instagram. Жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube вообще редко уведомляет вас о самых новых видеороликах, и распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите много комментариев, чтобы ролик выдвигался YouTube. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok